Начнем с вопросов. Много накатилось, особенно для старичков, для тех, кто в прошлом году отвечал очень много вопросов. Я поэтому какую-то часть хотел посвятить их вопросам, связанными с какими-то практическими действиями. Слышно так? Не слышите? Да. Уже был вопрос, сейчас я на него отвечу. Сегодня я хотел начать с каких-то вопросов. А потом уже начать по программе. Потому что я вижу очень много новых людей и, да и, в общем-то, и старые, или, как сказать, не старые, старшие, 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 те, кто уже в прошлом году начал этот курс, у них можно было обновить, освежить, с нами, поскольку очень много у людей вопросов возникает, а вы не можете ответить. То есть вы получили очень много эмоций, эмоциональную сторону. Вы сами можете следовать чем-то. Уже где-то вдохновлены. Но когда вас спрашивают, вы ничего не помните, как это объяснить, как это сказать, какие-то факты привести, какие-то конкретные доводы или как себя вести в ситуациях. Я помню, целый прям раздел поплетел, как с родителями надо себя вести, и как с окружающими. И многие попортили отношения все равно с родителями, так с окружающими и так далее. Поэтому я хотел бы затронуть эти тоже темы. Итак, вопрос был, что посты. Посты. Меня страшно для тех, кто уже начал как-нибудь образы практиковать. Что за посты? Почему? Как? Чего? Мы с вами говорили уже, что есть такое понятие, кто-то помнит, джиотиша. Джиотиша означает на санскрите. Вы помните, да, три языка есть во Вселенной? Три языка. Больше нету, кроме этих трех языков, не существует никаких коммуникаций. Пракрита, санскрита и Пайшасы. Мы с вами разговариваем сейчас на определенных переходах от Пракриты до Пайшасы. Это, помните, да, я рассказываю историю происхождения, как Бариште Пурана описывает происхождение Пракриты и Пайшасы. Изначально язык называется Девинагари, санскрита, что в переводе означает культурный, очищенный, совершенный. Это коммуникация, на которой мы говорили все. То есть 83 разновидности санскрита, 83. И мы сейчас, в данный момент, с вами практически очень много санскритизмов имеем в русском языке. И я вам представлял, как бы, таблицы разные, вот эти. Я их нашел в прошлогоднем. Допустим, первая, на санскрите первый, на русском первый. Ади, один, двая, два, три, три, трая, трое, трека, тройка, чатва, четыре, четверо, четверо, датчика, десятеро. И так далее, и так далее. То есть у нас в нашем русском языке осталось очень много санскритизмов. Тысячи, десятки тысяч санскритизмов. И мы их используем. Также мы видим, что по миру практически все языки, абсолютно все языки. Романская группа, Финалгорд, ну все, чертские языковые группы. Если вы помните, Боюсь, и Пурана дает эту таблицу, которую изучали ученые, и они пришли к выводу, что ведическая система идеально преподносит. То есть современная наука не имеет представления, что это проистекает языковая система, все диалекты и так далее. Ведическая система представляет. И вы не забыли, да, о том, что это самые древние писания в мире. То есть древнее литературных памятников не существует. Более того, по изучению этих памятников пришли к выводу, что более совершенной информации тоже не существует, даже в современной науке. И поэтому современная наука как бы эксплуатирует ведические писания. И мы знаем, что все страны мира, практически первая, это фашистская Германия начала эксплуатировать так очень активно на уровне государственной политики ведическую литературу. Тут же в 30-е годы Сталин создает огромный институт, указ, и финансируются огромные проекты по изучению мистицизма ведического, поскольку территория бывшего СССР является центром всех ведических мистерий. И мы находим это в Библии, в разных произведениях. Особенно Кавказ. Особенно Кавказ. И разное, если сейчас мы с вами возьмем топонимик, поставим на такой раздел науки как топонимика, то мы будем по-третьми. У нас существуют Ганги, Камы, Ака там, ну и разные названия. Вот здесь, допустим, Бохан там, да? Ну, эти все названия, учим. Реки, села, селения, города, допустим, и так далее. Астрахань, да? Вот есть, допустим, такие города. Киев. Кия. Описывается один кшатрий, которого звали Кия, который основал здесь первые поселения, кшатрийские. И поэтому мы видим, на Украине очень много проживало Кошака. На санктрите их называют Кошака. Буква Ша в процессе времени. Кота? Кота, помните, да? Кота, это значит, вот, на темени такая котичка. И поэтому сейчас девушки носят Кота. Они не знают откуда. Кошака. Тот, кто носит. Шака. Или Шака. Шика. Шака. Это на темени такой. Его называли еще Ацеледик, да? Или Хохол. Знаете, такой Хохол? Почему Хохлов называют Кохлами? Хохол. Это на санктрите также называется. Хохол. Это название Мулахара Вишутха Чакры. Помните, Мулахара? Я вам чакра. Это самая основная Вишутха Чакры. Темя. Темя. Родничок или как они называют. И эти Кошаки, они большие поселения. Казацкие воинства. Кошака или еще называли Кшатрии. Помните, да? То есть, эти воины, которые защищали территории Барата Ваши от влияния западной культуры. Какую культуру? Они защищали от культуры Млечка. Кто такие Млечки? Мисоеды. Мисоеды. И мы имеем четкие исторические факты, документы, археологические и находки и так далее. И имеем полностью фальсифицированные исторические данные. Дом Романовых за 300 лет фальсифицирует огромную часть исторических событий. Для чего? Для удержания власти в своих руках. Переписываются хроники, приводятся разные примеры. Также этот миф, помните, татаро-монгольского вторжения. Татаро-монгольского игоря. Не было никакого татаро-монгольского игоря. Никогда им и не пасло. Была огромная, так называемая, золотая орда. Орда на старом русском языке означает что, кто помнит? Войско. Войско, да. Войско. Орда на старом русском языке называется войско. А слово иго означает господство. Отсюда появляется имя такое, Игорь. Помните? Слово о полку Игоря. В нашем современном литературном восприятии слово иго – некое такое порабощение, да? Как же такое? Под игором, гнём такой, да? Вроде бы, как бы, оккупация, оккупационная. Нет, на самом деле, это все орды и фамилии, названия мест, чётко соответствовали тому положению, что некогда была, существовала Арийская империя. И есть сейчас много учебников и произведений, которые называются, вот эти, может быть, видели книги разных академиков «Русь-Арийская». Сейчас очень широко распространено сейчас, поскольку скапывает это такое, я не просто так с вами это изучаю, опираясь на все научные факты и данные. Если у вас появится желание кому-то, у кого-то когда-то какие-то защищать, работать, у меня все материалы, которые фактическим материалом, которые подтвердят, вы можете защитить кандидатскую, докторскую, что угодно. Я не шучу, вполне серьезно. На основе нашего материала защищено более 200 докторских диссертаций, фактических материалов. Итак, санскрита, это изначальный язык, и это я возвращаюсь к чему я начал. Есть прокрита, прокрита, это язык, на котором говорили кто? Обычные, простые люди, которые не входили в систему Арии. Да, не Арии, а Ария называется. Ария, если вы помните, я уже объяснял, это глагол, имеющий корень Рита. Рита значит тот, кто следует всем правилам и предписаниям богооткровенных писаний. Ария, это человек, знающий в чем смысл человеческой жизни и в чем цель человеческой жизни. И цель человеческой жизни, кто был в чем? Освобождение. Из чего? Или от кого? От материальной природы. От материальной природы. От материальной природы. Что человеческая форма жизни самая совершенная, поскольку наделена определенными развитыми чувствами, умом, и самое главное, у нас из всех других живых существ, самый развитый что? Интеллект. Интеллект. Позволяющий именно благодаря интеллекту мы можем что делать? Налагать на себя ограничения в соответствии с определенной деятельностью, да? То есть мы можем не идти на поводу чувств. И идут на поводу чувств животные. Это называются условные и безусловные рефлексы. Академик Павлов дает милу. Что такое животное? Условные и безусловные рефлексы. Это означает инстинкты. И живое существо может сам не руководствоваться не инстинктами и может не руководствоваться чем? Рефлексами. И возможными чувствами. Таким образом, живое существо, которое получает человеческое тело в процессе реинкарнации, мы с вами обсуждали этот вопрос. Как вот сейчас я смогу работать, принес потом вам прочитаю новые факты ученых, как ученые уже полностью принимают, как научно процесс реинкарнации, поскольку были проведены научные исследования, практические исследования. И которые подтвердились на сто процентов, что человек на самом деле переходит из одного тела в другое. Но чтобы это ввести в программу обучения, сами знаете, нужны что? Финансы. Но это не выгодно. А финансирует. Почему? Это подрывает определенные что? Ценности, да. Моральные устои, определенные моральные устои и ценности. Итак, рита значит тот, кто следует. Ария, это вот это слово, ария, это значит тот, кто знает смысл, в чем смысл, и следует шастрам. Шастры – это веды. Строго следует ведическому знанию и знает цель человеческой жизни. Это называется ария. Итак, пракрита – это язык, на котором говорили не арии. Кто такие? Дикари. Или то, что мы сегодня называем бомжи. Или такой, может быть, блатные. Знаете, у блатных есть свой слайд, своя речь. Вот это тут кайфово, ништяк, да. Мы знаем, что это как бы не культурная речь. Все пучком, допустим, и так далее. То есть есть какие-то разные, например, названия. И пракрита – это язык грубый. Язык простолюдинов, которые не знали. То есть были вне культуры. Вне культуры – варна и ашрама. И вне самой концепции, которая называется дхарма. Дхарма – это значит цель. Цель и действие. Действие – это как бы религия или цель, ради которой действие. Варна – это определенный социальный вклад, вернее, уровень сознания или психофизический уровень. Варна – гуна карма называется. Это то, что вы в соответствии со своими благочестивыми и неблагочестивыми поступками рождаетесь в этой жизни женщины или мужчины в определенной нации, в определенном благосостоянии и так далее. И обладаете определенным сознанием. Аномая, пранамая, манамая, вигианамая или анандамая. Все это связано с благочестием и грехом живого существа. Аномая. Его интересуют только тряпки и еда. Изысканная еда и тряпки. Мещанство такое, да. Пранамая. Очень интересует что? Здоровье. Помешанные люди на здоровье. Это определенное сознание. Самые низшие. Тряпки и еда. Самые низшие. Очень греховное живое существо. Менее греховное. Помешанное на здоровье. Было бы здоровье, все остальное приложится или купит. Манамая. Информация. Интересует информация. Мы видим, люди много информировались, но они практически ничему не способны следовать. Таким образом, манамая – спекулятивный уровень. Философствование. Такая, знаете как, обломовщина. Знаешь? Лежать на диване и философствовать насчет высших материй. Облагородствовать, будучи неблагородным человеком. О чести, будучи бесчестным человеком. О нравственности, будучи самцов, безнравственной и так далее. И рассуждать очень красиво, писать труды, работы. Насчет этого. И самому не следовать никаким правилам предписания. Манам. Если в первом случае, Анамая, религиозность проявляется как, кто помнит? Ом, ахаринамду. Ом, ахаринамдегу. Еда. Дай хлеб насущнее. Анамая. Всегда беспокоиться о хлебе. И представление о некой высшей субстанции, как, извиняюсь за выражение, ахитики, которые кормят. Что еда является, и за всю еду мы должны благодарить. Мана. Анамая. Или Анамая. Прана, это когда здоровье. И так, здесь религиозность проявляется самым высшим аспектом. Хакса йога. Анамая. Эти люди занимаются... Пранаяма. Они лечатся всевозможными аюрведическими способами. Они помешаны на здоровье. Обливаются иголки, тыкают сенсорика там, как почки, печень. Вливают масло в одну ноздрю. Прочищают там. Ну и знают, что это. Эти клизмы, прижигание, кровопускание и так далее. Пранаяма. Они помешаны на здоровье. Вы знаете, да, что вот старица была такая, не чертите. Слышите? И она каждый день три клизмы ставила. И благодаря этому она сохраняла прекрасный цвет кожи. Чистые склеры. Волосы никогда не уходят. Почему? Потому что она постоянно содержала тонкий кишечник в чистоте. И так мы можем знать, что многие болезни можно... Но мы не помешаны. Вот мы с нами так не помешаны. Но кто-то должен знать, так что рекомендую. Литровые, двухлитровые. И так следующее. Значит, кульминацией пранамая является хасха-йога. Все эти йоги, позы, упражнения, знаете, ногу на голову, там, поза ворона, поза айца, поза бобра и так далее. Пранамая. Манамая. Манамая. Ману значит ум. Манамая значит влияние. Не забывайте это, потому что вы будете кому-то что-то объяснять. Если это будет не научно, люди не будут вас воспринимать. Ведическая система научная, высоко научная. И так, манамая, умственный уровень. Что же на этом уровне? Они собирают информацию, что там было, что откуда мы произошли. Мы, наверное, произошли от обезьяны, мы, наверное, прошли все эволюционные стадии. Эмбрион утроги женщины проходит развитие вот какой-то там, какой, кто там, деятеля теория? Кого? Кукушка? А, лягушки? Кукушка? Там кролички? Нет. Там рыба, собачья, собачья, ну и все такое. Не будем даже в эту теорию вдаваться, поскольку она не научная. И разбита в футу прав. В 1907 году вся мировая общественность ученых полностью разгромила теорию вдавателя. Однако мы до сегодняшнего дня, если мы придем с вами в любой институт, в любой вуз, там обучают теорию вдавателя. И люди получают это как базовое знание, что эмбрион проходит все стадии от водного до млекопитающего. Проходит все стадии за 9 месяцев. Чушь полная. Не проходит. И это было разбито полностью. Также теория Дарвина. Это маномай. Когда вы спекулируете просто фальсификацию. Вам так хочется и вы хотите желаемое выдать за действительное. Что на марте там так, что существует много сон, что существуют там партеки, Паска. Вы можете наговорить очень много разных теорий. Что Земля миллионы лет назад была такая и такая. Но вы не знаете точно. Потому что ваш уровень сознания мана, спекулятивный. Вы только рассуждаете, то ли это так, то ли это не так. И появляется вид науки. Кто помнит, как называется? Если ана это еда, то получается ану мана. Ану мана. Помните? Гипотезы. Самый низший уровень сознания. Гипотезы. И мы видим теорию гипотезы. Практически современная наука полностью основывается на теориях и гипотезах. И одна теория меняет другую в противоположном направлении. Сегодня вы говорите сахар вреден. Завтра вы говорите сахар полезен. Сегодня вы говорите алкоголь вреден. Завтра вы говорите алкоголь полезен. И так далее. Что-то делаете. Все время спекулируете. Коммунизм реальность, потом вы говорите коммунизм – утопия. И так далее. Демократия реальность, потом вы говорите демократия – утопия. Монархия реальность, потом вы насчетесь в монархии и так далее. То есть вы не знаете. Вы постоянно спекулируете. И результатом этих спекуляций является, что живое существо начинает изучать древние писания, древние трактаты и давать им собственные интерпретации. С собственной спекулятивной интерпретацией В соответствии с влияниями гун На это живое существо То есть в соответствии со своей кармой Судьбой прошлого И так человек начинает Человек начинает интерпретироваться Давать разными толкования Так появляются всевозможные Гипотезы и теории Арийского вторжения Шумерской цивилизации Происхождение видов И так далее Появляются все эти теории Откуда же мы произошли? И никто на самом деле так и не что И не сказал Из ученых так никто и не сказал Сейчас только они начинают придерживаться Каких-то ведических представлений И первый западный мир Поскольку западная культура Вся иудея христианская То она поддерживает Какое писание? Даже в своих научных изысканиях Библию Библию и Алмуд Разные Иудея христианство Это мусульманство Правоверие так называют Вот тут православие, а там правоверные Здесь православные, а там правоверные Все эти три религии между собой Хотя имеют один центр Все они Что? В полном противоречии друг с другом находятся У них одна столица Один центр Мусульмане, иудеи, и христиане И они вот так Это ближневосточный конфликт Который длится еще С самого конца Какой эпохи? Два параюга Это последствия Курукшетры Едическая система описывает Что листва на Курукшетре Была последней, завершающей Стадией То есть завершающей Эпоху Два параюга сменилась Калиюга И это Курукшетры И описывается в Махабхарат В таком эпическом Велическом произведении И центром Махабхарат И является Багалагита Диалог Я думаю, кто-то Может быть знает Итак Эти эпохи Свинуты И Библия Говорит О том, что сыны Божьи Увидели, что женщины Длинные женщины Красивы И стали приходить к ним И зачинать в их лоне Потомства В другом случае Гавриил В другом случае Вы говорите Габриэль И в третьем случае Вы говорите Кто? Джибраил Как Вы думаете Похожи эти личности? Одна и та же личность Гуляет по разным местам Мусульманцы Вы Джибраил Христианцы Вы Габриил И где Вы? Габриэль В католицизме В католицизме Вы Габриэль Одна и та же личность Гуляет и изменяется Назвами Христос Криштоша Кришна Они как бы Гуляют эти слова Эти понятия Они гуляют Освобожденные души Или там Мессии Помазами Помните я Вам говорил Как называется Криштоша Божий помазами Помазами Тоша означает Помазами Криш Это Ишвар Криш Иш Там есть Кришта Это означает Бог И там появляются В санскрите Эти два слова Криштоша Криштоша И в соответствии С особенностью Языковых групп Слово Криштоша Превращается В Криштоша И на древнем Греческом языке И на старом Гибриде Это означает Божий помазами То есть нет никакого Противоречия С санскритом И Христос Он кто Как его зовут Кто помнит Читали Булгакова Или какие-то произведения Иша Иша И Шатра Описывает Шатра Это значит Бавиштя Пурама Ведическое произведение Описывает Этого Ишу Кто такой Иша Христос Христос Криштоша Описывает Его появление Вот Бавиштя Пурама Описывает 38 стих 8 глава Вот они Описывают Иша Путра Чамам Витхи Кумар Игар Хисам Бава Агам Исам Масих Нам Бавиштя Курана Парва Канда 3 Афхи 2 Текст 23 Знаешь Что я сын бога Рожденный От девы Все знают Меня под именем Иса Масихи Иша Масихи Масихи Значит Ихия Что я сын бога Рожденный От девы Это говорится В ведической Литературе То есть Они сразу Говорят о том Кто приходит И так Вся современная Наука Начинает Подделывать Теперь все Под библию И появляется Теория Вне земного Что Вторжения Появляется Теория Что якобы Мы были В каких-то Экспериментах Созданы И так далее То есть Они пытаются Это каким-то Образом Преподнести Что же Говорится В ведических Прородителях Несомненно Что Все живые Существа Прародителями Всех живых Существ Являются Праджапати Праджапати Отначает Прародители Кто они Они Вот если Говорить Христианском Таком Понимании Все они Ангелы Или Архангелы То есть Гуманоиды Более Высокого Уровня Не Этой Земли А Всех С высших Планет И там В Гите Говорит Всем Прародителей Всем Мудрецов За ними Ману И появляется Начинает Человек Манушки Люди Появляются Люди И они Начинают Зателять Разные Планетарные Системы Зателяют Сверху Вниз В соответствии С кармой Живых И так же Описывают Если вы помните 400 тысяч Форм жизни 400 тысяч Форм Человеческих Жизни И мы С вами Представляем Лишь одну Мы даже Не знаем Как выглядят Другие Живые Чувства Которые Также Являются На своем Уровне Человек Человек Итак Только помните Из двух Санскритских Флагов Латин 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 Означает То что Искажено Грубым Сознанием То есть Тупой Тупой Человек Начинает Так воспринимать Что Латин И появляется Латин И там Дальше От латыни Проистекают Все современные Индоевропейские Языки Кроме Сразу Минуя Латин Появляется Финно-угорское Или тюрк Какие так Минуя Латин Итак Не миновали Латин Это все Индоевропейские Ну Романские Грубы Знаете И Минуя Латин Сразу От прокрыта Не санскрита Не ноль Появляются Тюркеские И также Появляется Часть Языков Это Японский Китайский И так далее Тайский Все эти языки Но эти языки Ближе к санскриту Они просто Разбиты На Слоги То есть Одно и то же Санскрите С добавлением Разных Особенностей Но когда вы говорите Вы разбиваете На слоги На части Слова Допустим Как мы можем Сейчас Здравствуйте 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 Но если бы мы Допустим Прим Приведительность Мы говорим Здравствуйте Ну Здесь Это уже звучало Очень так Странно Еще бы добавили Парус Каких-то звуков Санскрит Так Допустим Тайский язык Очень близок К санскриту И вы можете Видеть Как там Разбитые Слова Разбиты На разные части Добавлением Между ними Разных звуков Но имеющие Один и тот же Смысл Одну и то же Природу И подразумевающие Одни и те же Процессы И есть Пайшаса Вы помните Пайшаса Это язык На котором Общались Общаются Живые существа Ниже Которые На уровне Ниже стоят Чем Человекоподобные Живые существа То есть Они более низкого уровня Итак В соответствии Вернусь К джиотиша Астрология Джиотиша Что же такое Пост Или Тапа 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 Означает Татра Или Трая Освобождение Папа Это означает Грех Тапа Или Тапатия Слово На санскрите Означает Как освободиться От греха Знание Как освободиться От последствий Своей Какой-то Неправильной Действенности В первую очередь Записано Как от векарного Освободиться И вся Сумма Наших поступков Находится В нашем тонком теле Если вы помните Которая называется Сукшма Шарира Которая состоит Из эго Ложного эго Ашмида Шарки Или Афанкара Шарки Находится Из ума Ману Шарки И интеллекта Букхи Букхи Шарки Это тонкое тело И вся информация О нашей прошлой жизни Содержится в тонком теле В соответствии В соответствии В соответствии С этим тонким телом Мы получаем Грубое тело Как результат Нашей деятельности В грубом теле В прошлом Но в грубом теле Мы действуем Только потому что Мы хотим Исполнить свои желания Эгоистические желания Мы для этого Культивируем интеллект А какие у нас Где желания В уме Первая трансформация Вложная логика Это наш ум У меня в уме Есть очень много Таких желаний Материальности Нету холд Я хочу Удовлетворить Свои желания То есть То что мы называли Камы И так В соответствии С этими желаниями Все звезды Оказывают Определенный Вид влияния Поскольку Материальная природа Описана Состоит из трех гун Гуна Помните Мы вчера говорили Зеревка Или качество Благость Страсть И невежество Их комбинации 81 комбинация Основная Но их существует Поскольку существует Сколько же выключает Кто помнит Но это человеческих А вообще Сколько 8 миллионов 8 миллионов Четыре цифра Живых Существ Наполняет Наших следов 8 миллионов Четыре цифра Из них Четыре цифра Человеческих Отличных От нас Но также Обладающих Развитом Интеллекта Сознания Чувствами И так далее Итак Звезды В соответствии С тем Как живое Существо Себя ведет Оказывают На него Определенное Влияние На каждого Из нас Оказывают Влияние Джети Джети означает Сияние Это сияние Из брахмана Брахмана Брахмаджети Называется Из духовного Неба Паррием То есть То что Выходит Из корлуху Яйца Это Как христианцы На пасту Стукаются И они говорят Иисус Воскрес Воистину Воскрес Почему Они стукаются Именно Яйца Кто знает Потому что Называется Золотое Яйцо Творение Карпхатака Карпхатака Золотое Яйцо Творение Хирания Гарпхи Золотое Яйцо Творение И яйца Красит Обычно В желтый Цвет Зумевает Что оно Золотое Это Стелены И человек Который Проходит Эти оболочки Яйцо Состоит Из восьми Оболочек Если Вы будете Химию Изучать Вы только Знаете Белок Желток Все Но там Разные Уровни Белка И также Разные Уровни Желтка Воскрес И в центре Это Само Центр Ядро И если Вы прочитаете Маха Пуран Или Боговата Пурана То вы Увидите Как описывается Что наша Вселенная Покрыта Восьмью Видами Материальных Элементов Вот этих Восемь Оболочек И в центре Этот пузырек Где Вселенная И заполнена И оно Элипсообразной Формы То есть Яйцо Как сказки Если вы помните Я рассказывал вам Что существует Восемнадцать Пуран Пуран Это Исторические Хроники Пуран В переводе И существует Восемнадцать Пуран Шесть Для тех Кто в невежестве Называется Тамасика Тамагуна Для тех Кто в невежестве Следующий Называется Раджастика Для тех Кто в Страсти И Сатвика Для тех Кто в Благодстве Поскольку Те кто в Невежестве Не могут Понять Раджастику Те кто в Раджастике Ни в коем Случа Не примут Сатвику Поэтому Мы видим Поледение Людей Когда вы Что-то Им рассказываете В соответствии Сгунами Они себя ведут Определенным образом Так мы говорили Что выражается Определенное поведение То есть То что мы называем Культурой Культура Что это такое Этические Нравственные ценности Которые выражаются В поведении И в деятельности Живого существа Вы помните Да Философия Из чего Это Гоносеология Логика Метафизика И результатом Всех этих трех Должна являться Что Этика Этические Нравственные ценности В соответствии С этим Человек Меняет свое поведение Поведение Таким образом По нашему поведению Можно видеть Кто мы такие Кто мы Шудры Рабочие По своей природе Работяги Кто мы Вайши Коммерсанты И Ремесленники Шатри Военачальники Войны Политики Организаторы Смелые люди Или мы Кто Браманы Лучшие из людей Самый высокий Потенциал Или коэффициент Интеллекта Самое чистое Сознание Самая хорошая Карма Которая выражается В способности Постижения Почему брахман Называется Постижение брахмана Духовных сфер Брахмана Это значит Духовная сфер Самые лучшие Из людей Самая высшая Парма И Как бы мы с вами Не делили общество Сейчас Вы помните Да Говорили Что любое общество Всегда автоматически Делится На четыре Сосновья Автоматически Шудры То есть Те кто Кроме как физический Труд Вам ничего Не может предоставить Нету интеллекта Поэтому выражают себя Через физический труд И через служение Другим Ваиши Ваиши никогда не станет Что? Наниматься к кому-то Ваиши открывает Собственное дело Поскольку у него Карма лучше Поэтому Эта карма выражается В том Что он способен Что? Организовывать И запускать Процесс финансовых Действий Поскольку это все Связано с кармой Живого общества А не с каким-то Обучением Кармой Поэтому мы видим Одни люди Занимаются Какими-то научными Исследованиями Всегда нищие А какой-то человек От гвоздя Раскрутился И имеет огромную фирму Стал сумасшедшим Богатым И так далее И нанимают Этих ученых И они На него работают Этих ученых А он там Валенок Валенком Таким образом Прикор Вы уже Что не знание Дает деньги А карма Карма И мы можем найти Миллиарды подтверждений Тут же мгновенно Я могу вам доказать Что у вас Плохая карма Или хорошая карма И мы это Также обсуждали Сколько бы вы не учились Вы не сможете Стать богатым И кто-то Даже не учается Вообще Бросьте по институту Им суждено Стать каким-то Богатым Мы можем Все диагностические Кармические Хиромантики Провести исследования И этот человек Через 5 лет Станет богатым А вы через 5 лет Попытаетесь Броситься С морда Потому что Вы не ели 5 дней Итак Чьё ты что Влияние Астрологическое влияние Можно увидеть Кто Кого родит Не мышонка Не лягушку А неведомую зверушку Кто у кого Какой муж будет Сколько они проживут Когда Разойдутся И так далее Все существует Все полностью Вычислимо Вычислимо И вы помните Джотиша Как раз делает Это вычисление Влияние И поскольку Это оказывает Влияние Как результат Нашей деятельности Живое существо Исходя из этих Из этой науки Из этих писаний Может что? Менять Менять свою карму И когда я говорю Слово Пост Или Тапа Тапаси Это вы Ограничиваете Себя в чем-то Для того Чтобы изменить Влияние Вы накладываете На себя Добровольные Ограничения В соответствии С наукой Как Отслабить Влияние Какой-то Определенной Звезды Как изменить Свою карму Солнце Две самые важные Планеты Солнце и Луна Самые важные Планеты В одном случае Солнце может быть Неблагоприятным В другом Благоприятным В одном случае Может быть Нейтральным И в соответствии С поведением Человека Поскольку у него Есть разум Он может менять Своё поведение В соответствии С нами Он может Устилить Или ослабить Дурное Или хорошее Влияние Итак Векарма Это когда мы Что? Усиливаем Дурное влияние Деятельность Векарма Греховное Деятельность Устиливает Плохое Влияние Звезд Поэтому мы Видим Что наряду С погодой Со всеми Изменениями Один человек Вешается Уже в петлю лезет А другой счастлив Почему? Почему на одного Это-то солнце Действует так На другого По-другому Потому что Он ведет себя Как декабрь И он создает Неблагоприятные ситуации В следующей жизни Это Хажем у него Вывалиться Эти посты Ретапов Очищения От результатов Своей прошлой Греховной деятельности В чем же результаты Вы помните Стройственные страдания Каждый из нас Страдает Кто-то в большей степени Кто-то в меньшую Что это означает Всех нас беспокоят Другие живые существа Называются Откипкута Все мы страдаем От проблем Тела и ума Всем не нравится Своё тело И у всех в уме Шевофрении Разные психические заболевания Сейчас особенно В этот век Практически нормальных людей Вы редко увидите У разных людей Фобии Мании Определённые комплексы Кто уговыряет Что-то рисовать На столе Это их уме Ненормальные люди Они что-то ковыряют На стол Ковыряют Похожи Дико Не способны Держать свои чувства В узде Они знают Что-то некрасиво Они знают Что-то плохо Но они не способны Держать И возможной Страте уме Ой, что будет Это Ой, меня То Амми Или Очень возбуждаются Что-то такое Кричат Выскакивают Что-то Выговаривают Какую-то глупость Обычно Как правило Какую-то глупость Ничего хорошего Куда не выскакивает Обязательно Какая-нибудь чушь И так у нас Проблемы в уме Нас беспокоят Другие живые существа Кто-то нас задевает Говорит обидные слова Толкает нас В автобусе И так далее И так далее Ставит нам укол Какой-то А там спит В больнике Он же в принципе Перепутал Чтобы сыночник спал Готовил Как к сессии Там В мединституте Где-нибудь Или где-то Аспирант какой-нибудь Очень много раз И последнее Силы природы Силы природы Наводнение Землетрясение Радиоактивность Солнца И всю Кучу Кометы Астероиды Полно всяких Магнитные бури Геопатогенные зоны Усиление влияния Там Той же Конца край И все мы Из-за этого Страдаем Все Но все Страдаем В разной Степени И вот В соответствии С тем Насколько у человека Есть интеллект Человек прибегает К знанию Как избежать Разных проблем И говорится Это первый уровень Самый низший Когда человек Понимает Что страдать Это невежество Поэтому говорится Только невежественный Человек терпит боль Только невежественный Человек Не пытается Изменить свою судьбу Это невежество Итак Невежество Считается на той стаде Когда мы хотим Изменить свою судьбу Но мы не знаем как Поэтому мы начинаем Работать Учиться Чему-то там такому Что нашу судьбу В общем-то Что? Не изменяй Мы также продолжаем По судьбе это делать Помните Как в этой сказке Что 16 лет Исполнится Игорь Неверетеном Уколется И все И они попытались Изменить судьбу Уврали с ней Веретена Но 16 лет Она вступила Веретено нашлось Хоп Все Они не прибегли Почему? Топати А никто из них Не ограничил Своей чувством И говорится Только топати Сжигает И топати Называется Знанием Знанием Также называется Тапо-гян Тапо-гян Гяна означает Знание Тапо-гян Знание Что ограничить Как ограничивать И есть стих Если вы помните Как ополе сжигает До сла дрова Так и знание Вот это Тапо-гян Сжигает до сла Результаты Всех греховных поступков Совершенных В прошлом Не в настоящем Это лишь зависит От знания Знаете ли вы Что надо ограничить В чем себя надо Ограничивать И в какой момент И как себя Ограничивать Поэтому так же Есть стих Где говорится Тот кто Истязает свое тело И налагает на себя Суровые Апатии И мучить свое тело Так же как и Присутствующий В нем Сверх душ Есть демон Тот кто Отвергает Данные То есть Сам Вот сам Выдумал Давай обливаться Выдумал Давай голодать Давай себя там Резать Знаете Вены тебе режут Посмотришь Молодежь Вот так Вся рука Изрезана Демонизм Эти люди Находятся Под влиянием Ниши Живых существ Они находятся Под влиянием Демонической природы Вешиваются Суицид Весь связан с этим Когда вы Прочиняете себе Беспокоиться Прокалываете Дырки Знаете Сейчас очень модно Они даже не знают Строгое вычисление Где нос прокалывается Где ухо Помните Я вам рассказываю Одно не более движение И вы испортили себе почки А вы пришли Бум Там в магазине Сидит Хлест вам Дырку Как компостером И вы сережки Вы думаете Я такая счастливая Но вы тут же Перекрыли канал Уха Всем рек по уху Проходят Всем артей Духовной энергии И материальной энергии Делится 14 видов Потоков воздуха Здесь гуляет По уху По уху За уши драли Всегда Почему за уши Перекрывали Эти потоки У человека Проблемы Потому что Уши Очень чувствительный орган Если кто-то из вас Когда-нибудь Апопунктуру Видел Вот этим Журналом Апопунктуру Вы увидите Как ухо Поделено На столько точек Одну точку Бьете Связано С глазами Другая точка С ушами Третья точка Там С щитовидкой Там Ну и поджелудочная И все С кишечником Вы просто В ухо Можете ткнуть И человеку Сколько функций Заработать Или можете Скрыть И перекрыть Какие-то функции Люди не знают Этого И вешают Себе на нос Сейчас можно У нас Как индийские Девушки Они думают Что нос Это золь Вот так вот Просто такая Пук И все Питка Так Ихали Где там Организм Весь Рефлексогенный Зон Все это Апопунктурные Зоны Меридианы Каналы Тысяча Восемь Каналов Проходит По телу Есть всякие Разные Перекрестки Если вы не знаете Вы Что-то тыкосите И все Проблемы И вы Через некоторое время Начинаете болеть Есть такой вид Боевое искусство Называется Пайчичуань Вы наносите удар Колете пальцем И убегаете Все И человек И человек Два года не знает Он думает Он вас победил Через два года Он заболевает Бронхиальной астмой И умирает Только потому Что вы его шнули Он думает Что он победил вас Это мастерство Оно применяется В военных искусствах В лечениях Поскольку Если вы знаете Это вы можете Причинить беспокойство И можете Увеличить человека Это как бы Обоюдоострый меч Обоюдоострый меч Итак Влияние Это джетиш Посты И есть разные Виды Аскезы постов В первую очередь Вся эта комбинация Влияние звезд Влияет на людей Которые Едят что? Мясо Несомненно Почему? Потому что Природа мяса Какая? Отрицательная Отрицательная Грубая Положительная А тонкая Отрицательная Есть грубая Есть тонкая Помните Да как мы говорили Асанец и калец Каосканит он сладкий Но это самый сильный Яс Поэтому не все Что блестит золото Не все Что сладкое Приносит благо И так далее Не каждый кайф Превращается в нектар Поэтому говорите Что? Все что сначала нектар В конце Яд И наоборот Все что сначала яд В конце Нектар В конце нектар Так говорится От апатии И для многих людей Какие-то ограничения Являются некой глупостью Они думают Что это какая глупость? Они просто не образованы Они не образованы в том Что нужно себя В чем-то ограничить Мама говорит Не кушай сладкого Вы кому-то говорите У вас будет ребенок Или кто-то будет Вы будете тоже его ограничивать Почему? Потому что он тупой Да Потому что он тупой И вы будете его ограничивать Почему? Потому что вы знаете А он еще не знает Что если он будет так делать Вы уже будете иметь опыт к возрасту А он не будет иметь Он будет тупой Но он будет про себя думать Что я что? Я знаю что мне надо Я знаю что мне нужна именно эту игрушку Я знаю что мне надо горсть бананов Я знаю что мне вот сейчас надо Смотреть телевизор Ребенок, поэтому он будет капризничать. Вы будете причинять ему что? Приспокойство, вы будете его наказывать. Вы будете сами искусственно силой ограничивать его. Но вы будете это делать на благо ему или на вред? На вред. На вред. Ребенок не дойдет до этого никогда. О, вырастет. Поэтому говорится, что родители с самого начала они создают это своим примером. Они создают это своим примером. В нашей жизни практически никто из вас или нас никто не видел такого хорошего примера поведения родителей. Поэтому первые учителя родителей они говорят одно, делают другое. Поэтому мы сбиты столку. Мы такие же создали. Мы говорим одно, делаем другое. Мы ничего не знаем. Они также ничего не знали. И так на сегодняшний день мы видим очень сильное влияние оказывается на тех людей, кто ест мясо. Джоти. Джоти что-то сама описывает. И мясо распределено на разные уровни. Помните, я вам говорил, однокопытные, парнокопытные, парнокопытные. Да-да-да, очень много существует. Те, кто имеет перо, те, кто имеет ласты. И вы можете просто прочитать, чем от Баггабан, весь перечень живых существ, какой будет, какой будет. В общем, они все самоси. В общем, это все невежество. Но невежество также внутри имеет свое благо, свою страсть и свое невежество. То есть увеличенное невежество. И в шатрах описывается четыре основных порока, которые являются производными всех остальных отклонений. Это вот несоединение. Поэтому существует, вы знаете, во всех религиозных системах, почему уделять там мусульманску нельзя есть свинью. А там хрестят, нельзя есть коня, нельзя есть собаку, нельзя есть человека. Это мясо. Человек же тоже мясо. Многие едят мясо человека. Это очень распространено, особенно в нашей эпохе. Это в прошлой эпохе даже были такие племена, дикие племена, не аристские. Они обитываются, они ели людей. Это деликатес. Мы видим, что есть, допустим, даже сейчас в современном мире есть люди, которые едят таких гусениц, тараканов, червей. То, что вы никогда в жизни есть не будете. А у них это считается деликатесом. Франция, развето есть страна, но они едят устриц, лягушек. И это считается очень вкусным. Это большой деликатес. Если вы приедете куда-нибудь в Париж, вам сюда попытаются накормить лягушками. Вы будете говорить, я вегетарианцем. Я говорю, это вегетарианское блюдо. Да. Мне так говорят. Это вегетарианское блюдо. Кушайте, дорогой. Что вы такое? И она еще, вам еще приносит ее, открывается, она там так дергается. Потому что она должна быть свежая. Устрица должна быть свежая. Ну, это уже зависит от вас. Можете живьем все, можете сварить, жарить. Это все делают. Франция, смотрите, развето есть страна. А вы помните, когда я жив в Индии, они меня спрашивали, ты что, когда им в жизни? Вот мы слышим, что они так очень деликатно. Так, кто ел? Ты мил? Я говорю, не просто ел. Я говорю, жрал. Хладились вечно с свининой залиты и рассказал про столов. Они думали, что я шучу. Они не так и не поверили, что вы это делали, потому что они на вас смотрят, не может быть образованный человек, который будет европейского, ну, не важно, евро-деак. Ну, странно. Не может быть. И они смеются, они говорят, что шутишь. Они так и не поверили. Они думают, не может быть. Ну, что, в их представлении свинью едят только свиньи. Вы знаете о том, что свиньи едят свиней? Поэтому это и вполне серьезно. Свиньи едят свиней. Они едят в тену, еще они друг друга пожирают. Они друг друга съедают. Да, что они поросят, их не свинят поросят. Поросят они съедают. На самом деле. Для мусульман это как-то тоже, ну, они так, чрезвычайные обстоятельства, только иногда едят тоже все подряд. Говорит, они Коран прячут, закрывают одеялом, Аллах не видит. Ну, это зависит от сознания, естественно. Есть мусульмане, они очень продвинутые, очень образованные. Так же в любой среде есть. В любой среде есть. А в канину нельзя есть, но мы видим, в каминах везде распространяют тушенку. В молодости только шум стоит. В Индии ни в коем случае нельзя говядину есть, коня нельзя есть и так далее. Можно ниши сделать. В основном едят козлов и едят птицу и козлов. Так же есть описание других стран другой культуры, то есть не ведических культур, где едят быков после закалывания. Вот, допустим, Римская империя, там такая гометха, посмотрите, она называется гометха, и они подражали в прошлой эпохе, и они давали, допустим, могли 100 тысяч быков принести в жертву. И потом, представляете, 100 тысяч быков, сколько мяса, и можно гулять было там год и два дня. они как бы эксплуатировали, подражали в прошлой продвинутой цивилизации. Итак, апатия. Это связано с тем, что в нашем организме существует пять основных элементов. Пять основных элементов, какие? Кто помнит? Земля, огонь, вода, воздух и эфир. И также есть пять, ой, вернее, девять врат. Девять врат, девять дырочек. У каждого в теле девять дырочек, и это называется девять врат. Два уха, две ноздри, рот, анус, гениталии, два глаза. За эти девять врат отвечают девять основных планет. Какие? Вот парад планет. Вы все слышали, да, парад планет, девять основных планет. Какие девять основных планет? Солнце, Луна, это не звезда. Из тех планет, я Солнце, из тех звезд, я Луна, это не звезда. Это ты, кто и наслужил. Это именно Солнце. Ну, это все, выбрось. Это Ману Майя. Кто ли это Солнце, много Солнца. Говорит, Солнце одно. Одно Солнце. Есть многомерность пространства. Когда одна вещь в разных измерениях может казаться далеко или близко. Солнечность, чтобы вы уже это обсуждали, когда вы, так сказать, разные оптические приборы, разные уровни пространства, разные эфиры, искажения эфира. И одна и та же вещь, можно сказать, если вы не знаете, как перейти на другой уровень пространства, или как... Вот помнишь, я говорю, трубочку берем, и вот рядом ставим эту трубочку. Если ты не знаешь, вот что вот так вот можно сюда попасть, то ты внутри трубочки будешь вот такое движение делать. Так? Это называется, ты не знаешь этого измерения. Ты знаешь только это измерение. А мы говорили, сколько существует измерений времени, пространства основных? 64. 64. Сколько знаешь на сегодняшний день? Сколько знаешь? 30. Видишь? Существует сколько? А вот чтобы увидеть углерод, атом углерода, нужно столько измерений? Углерод 8? 8. 8. 8 измерений. Это только доступно, когда вы компьютер. Что за компьютер? 8 измерений. То есть вы должны широкий проект сделать. Совсем другие. А существует 64. 4. Каждая одна единица делится на половинчатые доли. И каждая... Она еще... Итак, что? Урана единица. Там очень много. Потому что они все делятся. Делят, делят. Ну атом никто не видит. Какой-то. Никто никогда атом не видит. Никто. Это теория. Кому понять. Атом это теория. Он в теории должен быть, но его никто так и не видит. Атом невидимый. Атом что это такое? Торфийское слово, которое переводится меньше-меньшего. Атм. Атм. Атма. Меньше-меньшего. Душу называют. Атма. Атма. То есть она очень маленькая, но дает все процессы. Атомарное строение материального мира ващещика называют. Философия ващещика и единице. Когда вы рассматриваете мир веда, рассматриваете мир с позития атомов. Атомные теории. Что все состоит из атомов в определенное время, в определенной комбинации появляется и в определенное время проходя эти процессы соображения системы, разложения, их изменения, распадаются на эти же атомы, чтобы создать новую комбинацию. Атом атома. И так происходят эти процессы. Многообразие, так называемые. Под влиянием чего это происходит? Бога. И они знают о законе кармы, знают о законе реинкарнации и так далее. Они знают о душе. Но они исключают кого? Бога. Они исключают Бога. Они исключают Бога. Но они знают, что есть душа. И они думают, что каждая душа в итоге кто? Бог. И если освободиться, то каждый станет Богом. Что каждый бог это теория. Едическая теория. Для кого? У тебя людей в гоне? Нет. Это в гоне страсти. Это в гоне страсти. Вежественные люди, они, как говорится, на высшие планеты, поднимаются на высшие планеты и думают, что нет ничего превыше этого. Это описано. Они думают, что нет ничего превыше этого. Мы сегодня видим, что некоторые люди, когда они говорят о духовном мире, когда вы говорите, как это устроено в их учениях, вы видите, что это описано, какие планеты. Помните, я вам приводил пример. В Библии есть описание престольный град Господа. И там говорится золотые улицы, золото, 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 золото. Как он выглядит? И если вы возьмете Пураны и сравните это описание, это будет что? Сатия Лока. Срама Лока. Высшая планета материального мира. Она материальная планета. Их Бог находится на материальной планете. Они думают, что так. Золотой трон, по правую руку тот, по левую руку. Но когда вы не знаете ведическую концепцию, все разбито с толком. Вы не можете понять, откуда это. И помните, я вам рассказывал, начал эту историю. Золотое сотворение. Есть такое Шива Линга Пурана для невежки. И там описывается процесс сладострасти. Помните, три живых существа описываются в ветрах как пороки. Пороки. Помните, в Багово-Битте говорит, трое враг ведут вас. Гнев, жадность и вожделение. Итак, гнев – змея. Жадность – змея. И вожделение – тёргом. Курица. Курица. И она, эта курица, должна быть рыжего цвета. Потому что рыжий цвет считается греховным цветом. Это вахука называется. Рыжий цвет, если человек рождается с рыжими волосами. Говорится, нельзя пить молоко от рыжей коровы. Нельзя рыжеволосам доверять. У кого разные глаза и так далее. То есть, есть чьё-то, что астрология и физиогномика, и хиромантик. Что в человеке отражены его пороки. В его глазах, в его лице, в форме, в травении и так далее. В свете волос, в свете глаз и так далее. Очень много чего. Рыжие – это значит какие? Ни жёлтые, ни русые. Рыжие. Такие как красные, да, вот такие. Краснотолицы. Рыжие. Должны значить, что рыжие. Итак, там описывается «Курочка ряба». Ряба – это что такое? Ряба. Ряба. Ряба, пёстрая, да. И вот там описывается «Курочка ряба», сладострасти, греховный элемент. Сладострасти, которое производит, говорится, снесла курочка яичко. Это не простое, а какое? Золотое. Это всё фольфлёр. И это фольфлёр какой? Фольфлёр, который во всех народах, во всех странах мира есть сказка про золотое яичко. Кто вы хоть, мегар, хоть кто-то там, не могу не сказать. Сейчас мы перерыв сделаем. И так есть также сказки, это яйцо. И помните, там выступают в роли дед и бабка. Дед и бабка. И очень удивительно, что они били-били. Живое существо, которое находится в материальном мире, называют «стары». На брусском варианте это называют «старче». Стар, или «старик», да. И вот старик со старухой, они жили. Старуха – это что? Сложное эго. И вот они начинают бить это яйцо. То есть они начинают как-то попытались использовать эту вселенную или этот мир для своих чувственных наслаждений. Это сказка, это описывается Дрингом Пураном. Дрингом Пураном на санскрите и более пяти тысяч лет. Но она пять тысяч лет назад только была записана на санскрит, а существует во времени для невежды. Как невежим объяснять процессы творения, разрушения, созидания, как высвобождение. Дальше описывается. Матья Пурана. Матья – золотая рыба, аватара. Золотая аватара. Ирания – гадский, золотая рыбка на санскрите называют. Итак, пришел старик к синему морю. Море называется Корана. Знаете, у мусульман произведение, как называется? Слово Корана переводится «причина причин», то есть Бог. Коран. Тогда говорят «Гогриндам адипудышам Корана Коранам». Итак, причина всех причин. И там говорится «золотая рыбка». Пришел старик. Опять старик кто такой? Живое существо, которое с незапамятных времен в материальном мире. К синему морю, Корана, причинный океан. И забросил мело. Вы видите в Багалатом, в третьей песне. Эти кармической деятельности. Кармическая – значит цеполь. Он в какую-то религию начал культивировать, использовать какие-то тапаки для чувственных наслаждений. Чтобы стать богаче, красивее и так далее, и так далее. То, что мы называли этим признаком. Получить здоровье, положение в обществе и уважение общества. Власть и почет в итоге. Он забрасывает тетик в океан и начинает. И так ему попадает все-таки отсюда кто? «Золотая рыбка». То есть он все-таки выпахтал отсюда. И ранее гадский. И он, рыбка говорится, спросила его человеческим голосом. Рыбка спросила человеческим голосом. Это описывается в Матфе Куране. Что многие думают, что бог, он как бы не соображает, что делает. И не понимает нас. То, что мы говорим, он, наверное, не слышит нас и так далее. И говорит, спросила рыбка человеческим голосом. «Чего тебе? Тебе?» Это душа. Старчик старый. То есть она давно здесь обусловлена. Почему проблема? Почему он не может вырваться? Она спрашивает, что тебе нужно? Старчик. Он говорит, сейчас узнаю. И бежит куда? Старухи. Тупой. Он очень тупой. И он бежит к своему ложному, к своей концепции телесной. И он начинает думать, что же мне надо для тела. И он говорит, первое, что хочу новое корыто. И там начинается эта история. Не хочу быть дворянкой столбовой, хочу быть владычицей морской, чтобы золотая рыбка была у меня на подвигушках. И так появляются все эти истории, для того, чтобы показать, из-за чего живое существо страдает в реальном мире. Эти проблемы. И так же, говорится, Пурана описывает 60 кальций. Одна кальция здесь длится 4 миллиарда сотонов. 320 миллионов лет. Как Пурану исторические хроники описывают 60 кальций. Вы можете себе представить, что где-то есть учебник истории, который описывает хотя бы миллиард лет. Нет его. А там описываются не только имена, точные имена, документальные имена, события, как все было устроено. Это Пурана. А по улучши шахта. Нечеловеческие. И они лишены 4 факторов обусловленности. Почему следует шахта? Почему, если человек следует Библии, он получит награду? Почему, если человек следует Корану, он получит награду? Почему эти люди следовали священные книги? Почему только их называют священными? Почему ни одной другой книги не назвали священными? Потому что в прошлом те, кто ей следовали, добились этого результата. Поэтому эта книга священная, несомненно. Все эти книги священные. Если вы будете делать то, что там описано, вы достигнете, несомненно, то, что они обещают. Все остальные книги вас убивают в толку. Почему? Потому что произведения, все священные произведения, они даются не с позиции обусловленной души. Четыре признака обусловленной души. Вы люди. Каждый из нас вы люди. Чувствовки наши несовершенны. Мы склонны ошибаться. И еще мы постоянно обманываем. Поэтому если такая личность сидит и пишет, что там надо делать, но он обусловлен в люди, то есть он не осознает себя как душа, не действует как душа, этот человек напишет все с позиции своей обусловленной. Поэтому никто в мире, разумные люди, они не следуют никогда произведениям обусловленных душ. Они следуют только наставлениям освобожденных личностей. То есть те, кто знает духовную сущность. То есть не рассматривать этот мир через призму гунта, через призму невежества, страсти и благости. Когда вы следуете этому, у вас получается... И вот эти тапаси, о чем я начал говорить, посты, они позволяют человеку избавиться от последствий, от результатов греха. То есть сжечь. Вот иногда мы все с вами грешим. Нет праведников. Халаусто, Шудра, Самбалан. Тех Шудрых в эту эпоху. То есть все греховые. Каждый греховец. Говорится, женщины этой эпохи думают об одном, встречаются с третьим, а мечтают о четвертом. Женщины кали-юги таковы сейчас. Они как-то сердце носят. И они сами могут это увидеть, что они там, ощущаются тем, с этим и проблем. Мужчины, говорят, они даже не могут содержать свои семьи. Мужчины неблагородны и так далее. Ну, есть признаки. Мы уже с вами тоже так же обсуждали это. Читал я даже вам все. Считать. И мы очень греховны. И говорится, единственная возможность, как избавиться. А что это грех? Это значит, мы все обречены на результаты этого греха. Поэтому у нас постоянные проблемы с другими живыми существами, войны, всякие конфликты. Нас туда вборовывают, атакуют. Что-то с нами, с нами гадости какие-то хочется. Это отступит ку-то. У нас тысяча болезней. Тысяча болезней. Каждый болен чем-то. Если вы начнете кого-то очень хорошо обследовать, этот человек имеет не одну болезнь. Много болезней. И в разной форме, и в разной стадии у меня находятся. Вот у меня, допустим, мать онколог, и она говорит, что практически 100 обследований, где-то 80 человек онкологических. Просто вы обследуете, они приходят, там, справку надо, или что-то там, где-то, что-то там беспокоит. 80 человек онкологические, и они об этом не знают. И они пришли совершенно по другому поводу. И в основном 80% блокачественных попухлей выявляются случайно онкологами, когда человек приходит совсем для другого обследования. И 180 онкологических. То есть рак. Рак не лечит сейчас. Никто не лечит. Телевидение, конечно, все это. И вырезают только на саде тогда, когда нет метастаза. Если метастазы пошли, уже все, вы неоперабельны. Вам просто ставят промедолок сначала, потом морфий, вы заканчиваете свою жизнь в кругу семьи в побалдевшем состоянии. Подходите под себя уже, ничего не изображаете, и все остальное. Вот что такое рак. Я уж не говорю, сколько у людей проблем с кишечником, и так далее, с желудком, стрессом, стрессом постоянно. И так у нас проблемы будут стать. Рано или поздно люди будут болеть. И следующая стила природы нас беспокоит. Очень сильно беспокоит. И говорится, что человек может совершать апатию. Так вот. Чтобы в первую очередь ослабить это влияние. Как говорится, если вы порежали палец после апатии, то если бы ее не совершили, вам бы отрезали руку. Пришла реакция, но она пришла, что в ослабленной форме. Вам удалось сжечь больше процентов, чем вы ограничили свои чувства в соответствии с правилами. И существуют месяцы, дни. И поскольку, кто водой заведует? Как вы думаете, какая планета? Луна, конечно же. Поэтому понимаете, что такое Экадыши? Это 11 день пребывающей Луны. И 11 день пребывающей Луны. Таким образом, пребывающая Луна связана с приливами, отливами и так далее. Водой полностью. Наше тело грубое состоит, сколько процентов воды? 80. Практически мы целиком водные. Все из воды состоят. Таким образом, говорится, что Луна в эти самые дни, в нее входит энергия, называется Папа Шахти. Это есть такое понятие, как... Вы слышите, может быть, такое сейчас очень модные слова, и Грегоры, и там всякие разные. Есть так называемая суммированная комбинация поступков, греховных, векарных, всех живых существ на данный момент. И вот в 11 дни вот этой пребывающей Луны и убывающей Луны, Луна отражает это все. А Луна связана с Анной. Анна – это означает зерно-бобовые. Еда, зерно и бобы. И вот эти все кармические реакции, энергия кармических реакций, Папа Шахти, Шахти, значит, энергии. Луной проектируется именно зерно-бобовые. Поэтому в эти дни не едят хлеб из зерно-бобы. Это не горохи, там, хлеб вообще не едят. Именно поэтому это описывает Шахтра. Это очень важный, важный вид поста. Вы знаете, что у христиан есть 49 дней, да? Такие поста. Что вы думаете? Все дураки, все глупцы. На самом деле, очень серьезно, что есть разные виды ограничений. И когда ты меня спросил, что лучше и какие поста, это зависит от сознания. Брамана, он может стержать поста таким образом. Шатрия определенный, Ваща определенный. И Шудра, он фактически почти не может на человека. Шудра, вы не можете себя ни в чем ограничить. Поэтому Шудра говорит, как узнать, что человек Шудра? Шудра не склонен, у него очень слабый волевой фактор. Он не способен, у него есть тяга к одруманирующим средствам, и он не способен отказаться. Значит, вы Шудра, вы знаете, кларни Шудра. Вы Шудрянка или Шудра, женщина Шудрянка. Ваща, так Ваща действует. Ваща, поскольку у него есть финансы, он пытается найти лечение. Как от этого вылечиться? Потому что он считает, что курение это болезнь, алкоголизм болеет, наркомания болеет. У него нет тоже волевого рубежа, но у него есть что? Желание и понимание, что это очень плохо. У Шудры нету. Шудра тебе скажет, что это здорово даже. Ох, мы наживали вчера, ой, было весело, ой, там мы откололись, тут мы откурились, так сказать, ой, пойдем покурим. И вы не можете, и у Шудры всегда есть философия. Как это все оправдывать? Что это здорово. Это Шудра. Поэтому Ващи делают на Шудрах большие деньги. Кто склонен? Ващи сами, говорится, все. Кортежи, наркокортежи, и все бароны, наркобароны, никто из них не принимает наркотики. Знаете, я говорю, не один. Потому что они понимают, что они распространяют. Знаете? Многие люди, которые распространяют какие-то продукты питания, сами их не едят. Потому что они знают, как они устроили технологию этих продуктов. Знаете? И так далее. Ващи рассчитывают. Поскольку в Векхали, что основная масса людей-то Шудры, и все делают, знаете, курить, там, Альбора, красивая женщина с сигаретой, и все, и женщина сейчас курит. Все такие крутые. Курят, думают, я вот там Клаудиа Шудер или какая-нибудь. Вот такая звезда. Они все подражают. Журналы, это все реклама. Реклама на что? На ядер. Алкоголь, табакокурение, проституция, противозачаточные средства, эти контрацептивы. То есть, подталкивают людей совершать греховность. Но сами те, кто это делают, они заинтересованы в рынке, в пыль-то товаров, чтобы получать прибыль, чтобы жить хорошо. Жить хорошо. Итак, вайши следует определенным образом. Шатрис. Шатрис способен действовать издолго. У него есть понимание, что это очень благоприятно. И у него есть волевой фактор. Воин, он только из-за того, что это принцип религиозный, и что это благоприятно, это очищает. То есть, вспомните, это правдивость, чистота, аскетизм и... Кто помнит? Четыре. Еще раз перечисли. Пропов, правильно, милосердие. Милосердие. Если это все дает развитие текарства, Шатри будет этому следовать. У него очень мощный волевой рубеж у воина. Воин, говорит, определенные обязанности ставят выше чувства. Поэтому для воина нету занятий. Мама там или дети там за ним побежали, жена заплакала, он на это внимание обращает. Ради долга он готов пожертвовать. Даже и в жизни почерпствовать. Не только в своей, но и в жизни своих близких готов пожертвовать. Это воин. Таким образом, для него с апатии более суровые. Так вот, потому что у него очень высокий коэффициент интеллекта и волевой рубеж. Благодаря хорошей карме. Он в такой варне находится. То есть в таком социальном уровне. Браманы. Ну, те тем более. Браманы могут на вас... Говорите, аскеза богатство Браманы. Для него это богатство. Он живет с апатией. То есть он постоянно накладывает на себя ограничения, потому что его коэффициент самый высокий. Он понимает, что апатия, благотворительность и жертвоприношение очищают даже великие души. Да, Господь, убедите, я об этом говорю. Что апатия, то есть ограничение чувств, благотворительность, это раздача чего-то. Просто так, нуждающимся. И жертвоприношение, то есть совершение определенных действий для благотворения Бога, очищают даже великие души. То есть даже если вы очень чисты, вам есть от чего очищаться, потому что вы находитесь в материальном мире. И само присутствие в материальном мире постоянно скверняет нас. Потому что мы попадаем в то, под влияние. И мы с вами говорим, фильм посмотришь, уже под влиянием. Кого-то послушал, уже попал, мама говорила. Ой. И начинает думать. Вот тут же думал совсем по-другому, мама сказала, мозги в торку сбила, и все думал уже по-другому. Что-то увидел, да, в кино, и все по-другому. И смотрите, нас тут же мгновенно можно отвернить. Сегодня вы отказываетесь от чего-то, вы с кем-то пообщались, и вы уже не можете отказать. Так легко спить созвольт. Почему? Потому что говорится, что люди шудры. Самый низший социальный уклад имеют. Шудры. Женщины шудрянки, и мужчины шудры стали. Поэтому никто не может наложить на себя тапатию. И когда только говорят, что надо в чем-то себя ограничивать, они в страхе, они сразу боятся. Ой, и что там, в чем-то ограничивать, а? Нет, нам не нужна такая. Мы не хотим такого узнали. Мы хотим где пей, гуляй, веселить воду, это классно. Но что, куда это ведется? Все это ведется вниз. Ада Ани называется. Есть уртва вверх, есть адапа вниз. И так, в соответствии с сознанием человека, с его благочестием, волевым рубежом, человек принимает разные тапати. В эти 11-е дни, говорится, нельзя пить воду. Потому что, в первую очередь, это влияет на что? На воду. Вода отражает, поскольку вода является, помните, я вам рассказывал океан, хранилищем, сетью и сборщиком информации. Вода, рана, океан, причинный океан. Поэтому говорят, как в воду глядел, да, потому что через воду может быть телевидение. Если у вас есть определенные скидки, вы можете видеть через воду прошлое, настоящее, будущее. Говорится, Настрадан узнал, как при помощи воды засматривать. Прямо в воде он смотрел. Там есть определенные алхимические процессы, так называемые. Итак, вода. Влияние вода. Вода сразу в себя впитывает информацию чего? Греха, да, поскольку она связана, отражает луна. Поэтому, говорится, браманы не пьют воду вообще в этот день. И они не вкушают ничего. Ни мяса, потому что животные едят траву или друг друга пожирают и так далее. Они ничего не едят в последний день. Сто процентов пластин. От мухурты до мухурты. Мухурта это что? Ты знаешь, помнишь? Что это? В каком, по какое время? Ты уберешь свечи? Нет. От мухурты до мухурты. Это означает от брахма мухурты до брахма мухурты. Сутки. То есть, трех часов до следующих трех. Трех сорока во сне. Но вы начинаете вкушать, когда первый луч солнца касается земли. То есть, подъем солнца, и вы начинаете ездить. И время вычисляется, поскольку, нужно, это сложные расчеты, это делают брахмы, они рассчитывают время, короче, у нас есть вот эти таблицы. Где, когда прерывать. Если вы припоздали, то сила поста уходит, уходит. Вы именно в это время должны прерывать. Если вы еще дольше продержались, ваш пост начинает в соответствии с временем уменьшать вашу благочестность, то есть вашу чистоту. Сто пять с тем. Солнце также влияние оказывает. Меркурий. И еще есть две планеты. Раху и Кету. Раху и Кету. От отчего происходят лунные и солнечные затмения. Раху и Кету отвечают за анус и гениталии. Поэтому ни в коем случае человек не должен вступать в сексуальные отношения. И так далее. Пишечник должен быть опорожнен. Ну и там очень много. Это для браманов. Те, кто понимают и знают эту науку влияния. Мы находимся под влиянием. Как Земля. Пять основных элементов приходят в движение в эти дни. Пять основных элементов. Земля, огонь, вода, воздух и эфир. Все это связано с нашими органами чувств. Вода связана с чем? С вкусом, с языком. Ничего не едят. Глаза связаны с чем? Вернее, огонь, зрение. Воздух, обоняние. Земля, оттязание. И эфир, слух. Поэтому в эти дни человек что-то определенное слушает. Что-то определенное нюхает. И так далее. Смотрит на привет. И там есть. Она смотрит на изображение. Разные случаи. В случае этот день очень сложный для человека, который не склонен понимать это, не понимает эту науку. Есть другие виды. Когда вы пьете воду, но ничего не едите. Вы не можете. Таким образом, вы 75% получаете благо. Не 100%, а 75%. Еще говорится, ночью спать нельзя. Браманы не спят ночью. Другие люди, они могут просто поститься, но они не могут носить. Браман должен не спать ночью и повторять определенные мантры. Дом у курсы. Так он получает 100%. Очищается, там общается. Такого количества грехов перечисляется. Если вы не можете, вы пьете воду и спите ночью. Если вы не можете этого, вы до 12 часов дня поститесь, ничего не пьете, ничего не едите. И в 12 часов вы едите ровно половину того, что вы обычно кушаете. Но это должно быть лишено хлеба. Ну, естественно, мясо, рыба, яиц. И должно быть лишено зерновых и бобов. Зерновых и бобов. Так? 11-й день. Эка дыши. Эка означает один. Дыши это дыши. Один ближайший. Вот он был. Вчера был это? Вчера он был. Вчера. Будет вещь, я не бреюсь. А вот у меня передать, например, обычный. Ну, это обычный. Ты даже его назвал обычный. А я что, вас заставляю подписывать? Нет, можно. Я просто рассказываю. Вы ловите, а что-то я не знаю, что вы равнитесь? Нет. Я не знаю, что вы равнитесь, что вы равнитесь. Мы же с вами говорили, что лучше, когда вы знаете, почему вы это делаете. А не то, что у вас появилась эмоция, и вы делаете, а толком ничего разобраться не может. Почему, как? Вы должны знать научно. Процесс научный, чтобы это не было просто чувственных уровней, сентиментных. Вот мы слышали, дядя сказал нам охота. Вы должны знать это научно. Почему вы это делаете? Поэтому я объясняю вам. Я даю все, что имею постепенно в процессе обучения. И так разные виды повторений, разные виды ограничений. Есть люди, которые склонны ограничивать себя на несколько дней. Допустим, вот я двое суток воды не пил. Да, сегодняшний секунд, двое суток не пил воды. И ничего не я. И вот еще здесь с вами разговариваю нормально. Вообще-то. И сутки не спал. То есть, в ту ночь я не спал. Сутки. Я с вами общаюсь. Если вы способны так и действовать, попробуйте. Попробуйте. Еще общаться. И сегодня это с ним уже четвертое занятие. Это пять дней называется. Панча пхимая кадыша. Это очень благоприятные пять дней. Последние месяцы, вот это ноябрь, самые благоприятные. Там астрологическое влияние, самые благоприятные карты. И вот эти пять. У мусульман это Рамадан называют. Рама. Дающий Рамадан, это значит донейшн. Донейшн, это значит отдавать. Это значит дает кто-то, Бог дает что-то. И для тех, кто не может ничему следовать, они делают так же, как и в юридической системе. Они делают так, что вы днем ничего не вкушаете, ничего не пьете даже. Но после заката в солнце вы это делаете. Это для тех, кто не может. Те, кто могут, они все пять дней, допустим, подняться. Или там три дня постятся, а последние два дня они допустим, пьют только воду. Те, кто не может, соответствует варной и сознанием человека, они допустим, только фрукты должны есть. Первый день они постятся, сутки, вот это от утра до утра. На вторые сутки они только едят фрукты. Только фрукты. Те, кто не могут, они едят фрукты и овощи. Те, кто не могут, они едят сыр, пьют молоко, ко всему к этому еще. И так далее. И вот в итоге, вот, а кто не может и это, по крайней мере, он не вступает в половые отношения со своей родной массой. Даже для таких есть ограничения. И в шансах описывается разные уровни деградации. И что все должны на себя накладывать какие-то ограничения в определенные периоды, чтобы постепенно очиститься от влияния своих прошлых греховных сошлых. Это практика, о чем мы все время просили. Но вы, может быть, не готовы еще. У вас есть интерес. Не путайте знания с информацией. Вы можете подглянуть информацию, и можете, о, это мы хотим. Но вы способны ли это сделать? Поэтому я вам даю так, что вы получаете информацию, и постепенно что-то элементарное делаете, и потом начинаете приобретать знания постепенно. И для вас уже невозможное становится возможным, элементарным, и так далее. Это не просто так. Это эмоции вперед убегают, чувства. О, да я могу. Но сколько это можно? Вот смотрите, допустим, 12 лет я не ем ни мяса, ни рыбу не ем. 12 лет. Ни разу. Ни разу не выпил ни пива, ничего, ни какое-то, не выкурил ничего. И так далее. То есть есть определенные ограничения. Вы никогда не лжете. И все время себя контролируете, чтобы вы не обманули. Даже если это вам выгодно, материально, вы не обманываете никого. В лучшем случае вы можете промолчать, потому что вы не должны говорить и правду. Поэтому, когда я молчу, значит, я не могу вас обманывать, но и не хочу говорить правду. Человек должен молчать или говорить правду, отвечать вопросы такими, какими они. Или мягко так правду сказать. То есть это уже форма, в которой вы правду подаете. Поэтому всегда говорят, правда-то она какого вкуса? Горького. Поэтому никто не ищет сладкой правды. Сейчас у нас правду вывалят, и мы захлебнемся к венам. Нет. Если до вас вывалят правду, она будет вам горькой, даже если она в сладкой обертке, будет сладкой оболочиться. Это будет горько, вам будет неприятно, будет ищемлено ваше ложное эго. И вот будете. Поэтому говорится, видите, там есть такой стих, мудрые не беспокоят, не вешают. Они не заставляют их отказаться от своей деятельности. Они просто пытаются исполнить эту деятельность духом пременности для постепенного развития сознания Бога. Мы не делаем это рывков никаких. Для чего? Если вы интересуетесь чем-то, вы можете изменить свои какие-то условия, но это сделать сознательно и постепенно, не причиняя никому никаких беспокоий. Ни родителям, ни окружающим. У глупцов склонность есть такая, а не афишировать начинают свое афиши, но это очень интимные вещи. Мы не делаем это для воевания уважения или авторитетов чьих окружающих. Это гоностратство. Человек действует очень тайно. То есть тайком делает. Для чего? Это же его личное дело. Он не афиширует, для чего ему создавать себе имя или какое-то имя. Он просто это делает. Так он начинает делать. И когда есть люди, которые вас понимают, они знают об этом, вы только им говорите об этом. Потому что они понимают, что вы так действуете, потому что вы осознаете, что вам есть от чего очищать. Меня спросите, почему вы так действуете? Я в этой жизни только совершил грехов, что вам не знаю, совершить. Вы сумеете ли вы их совершить? Я ездил на стрелы, разводил мосты, что только не делал. Понимаете? Я всегда знал, что это плохо. Но сил не хватало. Что-то такое, а не очень много. Очень много. В разных прослойках я находил. В разных прослойках на стрелы. И везде пробовал. Как, здесь, что. И пришел к выводу, что нет иначе ничего, кроме этого. Разум был. Там, там, тян, тян, тян. Я подумал, мне или не от чего очищаться. Мне или не действует как-то практически. Это вы цветы. Я нет. Поэтому я накладываю на себя и накладываю определенные эти проблемы на эпитемию. То есть топатия. Я надеюсь, что всю жизнь что-то я делал лучше. Не только что я там когда-то, гору, класс. Всю жизнь. Аскеза или топатия на всю жизнь принимается. А эпитемия это время. Если вы на какое-то время принимаете, то вам обратно. И есть вот эти четыре вида, из которых исходят все грехи. Незаконный секс. Принятие одурманивающих веществ. Азартные игры. Ими советуют. Это четыре источника всех продолжений всех остальных веков. Так говорят шансы. Они не обусловлены нашим. Хочу, не хочу. Они предлагают. Можешь делать в наш сне. Хочешь заниматься чем-то сексом, занимайся со своей женой. Законным браком. Потом они начинают ограничивать. Каждый раз. Было у тебя десять любовных, давай до пяти доведем. Да, вы так начинаете. Учитесь так делаете. Если вы видите, что ученик очень греховен, он начинает постепенно его ограничивать. И сколько у тебя любовных. Десять. Один учитель, ученик такой же был, наслушался, все, вдохновился. Он говорит, сколько ты занимаешься сексом? Он говорит, семь раз. Он говорит, год. Он говорит, это уже день. И он такой. Он думал, в год, семь раз в год. И для него это было очень греховно. Для учителя, когда человек уже достиг высокой ступени чистоты, он думает, что все чистое. Он не думает, что все греховно. Он все чистое. И он спросил. Он так бы забылся перед кто-то людьми. Животное сидит. Вдохновленное животное. И он спросил, сколько раз ты занимаешься сексом? Всем. Он говорит, в год, в день. И он говорит, хорошо, давай четыре раза в день. Он сказал, ой. Что тяжело? Он говорит, я попробую. И он что-то там месяц или два пробовал. Потом такой забой приходит. Он говорит, я могу. Он говорит, что могу, что он забыл уже. И он четыре раза в день. Голубь или кролик. Сейчас это описывается, что голубь имеет пятьдесят раз в сексе в день. Поэтому, если вы хотите много секс, то остановитесь в голубе. По законам кармы это происходит. Как люди попадают в соответствии с своими желаниями, с самым доминирующим желаниями, они попадают в определенную форму жизни. Потом он стал говорить, ну, давайте переграничим два раза в день. Потом один раз они в день. Это сам описывает ученик. И он говорит, как он сейчас очень радушно лично. И он мне лично это писал. Как и воду полночили, кто внимал. И грязь. Он говорит, я тогда думал, я святой, я один раз в день. Каждый день. Каждый день. У меня было с кем раз, и он считал это нормально. Какие-то так детки ездил, чтобы это все увеличилось. Он только и служил. Богатый, семьярский. Бывал, возможно. Здоровье, он сам тренировал. Чтобы заниматься с этим. Только одни девушки были на уме. Красивая машина, девушка, собирать. Красивая одежда, привлекать девушек. Дискотеки, бары, кино. Все только девушки. Не таких же женщин было, которые все делают только для того, чтобы к себе привлечь. ЖК, юмор. Все только на этом помешаны. Пость вокруг какого-то крутится все. То есть секс является водкой, вокруг которой крутится все. А живые существа бекталии, это гениталии, снабженные развитыми чувствами умом и интеллекту. То есть все ради гениталии делают. Они хотят наслаждаться. Либо рожать хотят, либо наваривать. Просто заниматься. Больше ничего они хотят. И потом он говорит, они стали четыре раза в неделю. Потом стали три раза в неделю. Потом два. Потом раз в неделю. И он описывает мне. Он говорит, я думал тогда, что я стал святым. Я уже стал обсуждать там святые в прошлое. Я говорю, ну а что так-то? Раз в месяц. Потом он дошел до раз в месяц. Потом раз в год. И когда ему написал гуру уже письмо там, он был где-то в другом месте, уже все у него было нормально. Но он все-таки где-то у него проскакивался, сексуальная жизнь. Имеется в виду сексуальная жизнь, не направленная на зачатие благочестивых детей со своей женой. То есть где-то он все-таки налево там. Раз в его выбрасывал. Раз в год. Да. Но это не просто так, что он сидел и ограничивал себя. Он его занимал, то есть он определенные вот эти посты читал, общение, определенные жертвоприношения, благотворительность, это пасти. Все три элемента были введены в его жизнь. Так он стал ощущаться. И для него это стало нормально. Нормально. Потом он дошел до того, что он дальше, 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 дальше и все в итоге. И там диалог так делал, что когда он сказал, ну теперь раз в год. Он говорит, так раз в год, тогда зачем вообще маратом? Он говорит, вот и я думаю, зачем маратом? Четыре признака обусловленной души. Вы помните, да, животные. Что это такое? Еда, секс, сон и оборону. Это доступно к свиням и собакам. Еда, секс, сон и оборону. Если в вашей жизни только это есть, и вы работаете, и учитесь, и живете, чтобы есть, спать, заниматься с цирками и обороняться, и для этого вам нужны деньги, то вы животные. Даже если вы академик, вы животные. Обычно животные. Не больше. Чем отличается животное от человека? Что у него четыре потребности. И вся жизнь вокруг этих четырех потребностей. И так, сон, секс и оборону. Все. Ни у одного животного нет религии никакой. Они не хотят освобождения, не хотят очиститься. Они не умеют такого разума. Они не могут изменить свою карму. Поэтому говорите, что человеческая форма жизни предназначена для изменения. Это бассейн. Это получение учения. Правильно. Что мы сделаем, перевод? Спасибо, что больше обоградите конгресс.